Всем привет дорогие друзья и хорошего вам настроения, с вами Рэй, мы продолжаем играть в игру черепашки не интеллигенты. Ну что, начнем пожалуй с колоды, бесплатно ее откроем и посмотрим что нам выпадет. Мутаген, кольцо крутости плюс один, ну пицца, сюрикены и крысиный король. Отлично, так забираем реворд за задание и пойдем искать кого? Я думаю что пульверизатора, да? Это единственный персонаж, которого мы сейчас в данный момент можем с вами искать. 57 ДНК в общей сложности мы уже нашли. Так, давай попробуем сделать 60 ДНК, чтобы было, да? Для этого нам нужно 3 ДНК на него найти и все будет у нас хорошо. Ты смотри-ка, все очень печально на самом деле. Так, еще одну ДНК нашли. Да ладно, вы специально так делаете, да? Ёлки ты палки, зашибись. Что я могу тебе сказать по этому поводу? Не дают мне, ребята, ДНК на него, хоть ты тресни. 59, короче, в данный момент. Давайте-ка заберем реворд и будем поднимать уровень персонажа. Самое интересное, у нас 20 тысяч мутагена и вот я сижу и думаю, кому нам лучше поднять. Вчера, кстати, когда я играл Микеланджело, мне очень помог на испытании технодрома. И я, наверное, поставлю потом вырезку, как я проходил. Так, ну-ка, сейчас мы глянем на Рафаэля. Давайте Рафаэля посмотрим. Ах ты, чуть-чуть не хватает. Тогда давайте, наверное, Микеланджело все-таки, да? Прокачаем. Будет он у нас 81 уровня, но это отлично, ребят. Так, а теперь нам нужно... Сколько там еще? Сразиться в четырех боях. Давайте-ка мы с вами начнем искать потихоньку элементы для прокачки скиллов. Так, Рафаэлю я собирался прокачать Ярость Рафа. Поэтому нам нужно с вами найти 11 дорожных знаков и 8 магнитофонов. Давайте начнем с магнитофонов, наверное, с вами. А, это называется Катушка с пленкой. Ну, на самом деле, это бобинный магнитофон. Многие, наверное, и не знают, что это такое. Да, были такие раньше. Так, ну что? Пока что-то не очень хорошо идет. Ладно, будем с вами. У нас пиццы хватает. Поэтому можно пока тянуть. Да что ты будешь делать? Не дают мне эти катушки? Так, еще одна выпала. Так, доска для серфинга. Зачем она мне нужна? Я не понимаю. Так, ладно, ребята. Сколько мы там нашли? Давайте-ка посмотрим. Для того, чтобы проапать. Так, еще четыре. Еще четыре. Ладно, фиксим. Давай попробуем найти. Хотя бы с катушками разберемся. А там уже на следующей серии будем что-нибудь другое искать. Так, ага. Отличненько. Давай еще пицца, пока у нас с вами есть. Поэтому можем себе это позволить. Все. Нас собирали. Я так понимаю, да? И у нас остаются только лишь дорожные знаки. Но этому уже, наверное, в следующей серии нам нужно 11 штук. Найдем. Попытаемся, по крайней мере. Так. Вы забираем наши реварды. Так, ну что. Сегодня у нас, ребята, турнирная арена. Потому что воскресенье. Завтра уже понедельник. Новый день. Точнее, новая неделя. И у нас все обнулиться. Я получу, наверное, карточки на Крипа. Хотя они мне не особо нужны. Ладно, ребята. Лига Сюгнов. В данный момент я на 37-м ранге. Я думаю, что сегодня мы с вами заберемся в мастера. Это как пить дать. И начну я, наверное, с Кристофа, да? Это самый оптимальный вариант. Потому что здесь Донателло в серебре. Еще к тому же он 59-го уровня. Так что берем Леонардо. И давай-ка мы, наверное, сделаем так. Я возьму Донателло. Нейтрализатора Армагона. И, скорее всего... И, скорее всего, Рак Зарчика я возьму. Да, ребята, так будет оптимально. По крайней мере, мне нужен будет не этот нейтрализатор, хотел сказать. Мне нужен будет Таунд, провокатор. Который будет на себя брать основную долю урона. Так, поехали с вертушки от Лео. Опачки. Я думал, хоть кто-нибудь упадет. Ничего подобного. Так, мне понизили защиту. Я, естественно, ребята, беру провокацию. И бомбим Армагошей. Так, смотри-ка. Донателло выжил. Но это, ребят, ерунда. Все, мы его сейчас с вами забомбим. Хвостом бомбанул нейтрализатор. И Донателло упал. Ну что же, идеальная победа. Мы с вами получим достаточное количество кубков. Но перейти в мастера вряд ли сейчас сможем. Наверное, где-то на 22-й. Ага, на 24-ю позицию мы прилетели. Значит, нам еще придется сделать два боя. И на этот раз я, наверное, возьму... А давайте возьмем Наталью. 61-й уровень. 63-й Ванька. Плюс Майки. Майки с уворотом. Не забываем об этом. Поэтому Леонардо, естественно, нам здесь пригодится. Но для этого я, наверное, еще возьму... Так, у Ваньки стиранка массовая атака, да? Остальные, в принципе, ерунда. Но я боюсь, что он, если пулеметную дробь будет применять, у меня упадет либо Кирби, либо Бакстер Муха. Поэтому я рисковать не буду. Сделаем, наверное, с вами вот так. Это чтобы уже наверняка выиграть и получить кубки. А, возможно, может быть, даже перейти в мастера уже. Там нам нужно будет задержаться. Соответственно, получить достаточное количество, ребята, осколков. Ну-ка. Так, Ванюша, Ванюша, давайте, наверное, крик души от Кара и Змеи сделаем. Вот это уже по-нашему. Ну что же, идеальное, да, как говорится. И посмотрим, на какую позицию мы сейчас с вами переместимся. Я думаю, где-то будет 12-е, 10-е, наверное. Где-то так. Ну. 15-е? Черт подери. Я думаю, тогда еще придется нам два боя, ребят, с вами здесь бомбить. Так, если мы с вами возьмем Милену и выиграем ее. Мы сразу, скорее всего, попадем в Лигу Мастеров. Поэтому я рискую. Так, откат Леонарда. Беру Зека сюда. Это в обязательном порядке. Также мне здесь, наверное, понадобится Бакстер Стокман. Крис Брэдфорд, пускай будет. И Змей Кавьюн. Как-то вот так вот. Сегодня, ребята, будет, наверное, короткая серия. Потому что в испытаниях я уже все прошел. Ну, это чуть немножко позже. Давайте сделаем бомбочку для начала, да? От Зека. Так, замедлялочка сработала на всех. Кроме Бибопа. Так, давай-ка вертушку. Опачки. Так, кого бы нам подбить? Я думаю, что Ваньку Стиранка в первую очередь. Отлично. Этот Бибоп, скорее всего, будет делать отхил. Мне почему-то так как... Опа, Зек, тихо. Держись, родной. Да ладно. Ну-ка, волна. Должна подбить их всех. Да, ребята, повезло. А Зек мог рассыпаться на самом деле. Потому что у него очень мало здоровья оставалось. Ну, короче, он в зоне риска был. Ну что же, двигаемся тогда с вами дальше и смотрим. Да что ты будешь делать? Я, честно говоря, думал, что мы в Лигу Мастеров уже попадем. Но не тут-то было. Меня, как всегда, обманули. Тогда мы с вами берем Мухаммеда. Опять он, да? Правда, он поменял, по-моему, фотографию. Ладно, Мухаммед. Нам придется с вами сделать вот такой вот наборчик. И взять одного из слабеньких. Я думаю, что здесь... Давай вот так вот сделаем. Если что, поставим ее в провокацию. Хотя это очень рискованно. Лучше нам ставить Рафаэля, естественно. Так, делаем на уклонение от Микеланджело. Пока все нормально, ребят. Я еще не проснулся. Поэтому не обращайте внимания, что я такой грустный, вялый. Только проснулся, так скажем. Так, Майки, успокойся, пожалуйста. Не надо бомбить здесь. И... Да ладно. Шреддер, суператака, атакует кого? А что произошло? Я что-то не... Я не понял, ребят. Он, по-моему, промахнулся, да? Ну что, тогда сплинтера уничтожаем. И Шреддера, естественно, добиваем. Все, ребята. Это была наша последняя битва. Потому что у меня больше нету, как говорится, персонажей. И откатывать никого я не хочу. Так, и посмотрим, на какую позицию я приземлюсь. Так, 91-я и у нас Лига Мастеров. Ну что же, ребята. Как-то так. Давай-ка зайдем с вами в магазин и посмотрим, что мы можем с вами приобрести. Так, у нас с вами 146 монет. И, конечно же, мы покупаем с вами 3 ДНК на Армагона. Это в первую очередь. Ребята, еще. Еще 3 ДНК и Армагон мы с вами сможем прапать. Это будет круто. Я думаю, что все этого хотят. Потому что, судя по комментариям, когда я выбирал между Зеком и Армагоном, то есть Зек немножко перевесил, да? Больше голосов было. Но я думаю, что вскоре Армагон у нас будет полноценным бойцом. Так, ну что, ребята. Давай посмотрим, что у нас по жетону. 850. Отлично. И здесь у нас все хорошо. Мы с вами покупаем 3 ДНК на кроликов. И у нас остается, ребята, всего лишь 8. 8 ДНК и у нас появится новый персонаж. Это будет тоже очень круто. По-моему, он сразу дается с 3-мя золотыми звездами. Поэтому прокачивать, как говорится, нам долго и долго его придется. Так, ну что, ребята. Тут пицца. А нужна ли она нам? По идее, как бы она нужна? Мы бы с вами тогда, знаете, что могли бы? Найти больше деталей для прокачки скилла. Да? Нарфаэля. А нам тут нужно, как видите, 11 дорожных знаков. Можно, в принципе, и сейчас попробовать. Пока еще у нас есть немножко там пиццы. Так, видите, дорожный автомобильный знак выпал. Так, еще выпал один. Вау. Сыпется очень хорошо, кстати. Да. И пицца закончилась. Ну, на самом деле, можно пойти сейчас понабивать. Да. Я о чем, ребят, хотел сказать. Смотрите. Испытание. Ну, вы помните, да? Здесь мы с вами все прошли. На 3 звезды. Пробовал я фарбить вот этого, ребята, крэнга. И ничего мне не выпало. Постоянно выпадает то Рафаэль, то Майкин. Но никак не крэнк. Хоть ты что делай. Попробуем сейчас. Хотя, я хотел вам показать, что вот вчера играл я. Ну, чисто, ребят, просто хотел поиграть. Это было уже ночью. Думал, не буду записывать серию, чтобы не тревожить своих соседей. И вы видите, да? Что усиление технодрома. Я все прошел на 3 звезды. Я последний бой, наверное, когда буду рендерить, поставлю. Как это было вот именно с крэнгом. Даже не то, что с крэнгом, а именно с технодромом. С самим я дрался. Но он такой ватный мне показался. Так что вы, наверное, это все увидите. Это будет уже в конце видео. Ну что, я вот могу, ребята, попробовать. Ну, видите, в чем прикол. Прикол в том, что здесь разыгрывается всего одно ДНК, да? А в испытании, которое называется классическая боня, вероятность получить 2 ДНК. Давайте попробуем с вами. У нас с вами 72 сыра. Так что рискуем. Ёлки-три-палки. Вот это фарт, ребята. Вы сами все прекрасно видели. Только что на ваших глазах я достал 2 ДНК на крэнга. Так, я не знаю, есть ли смысл здесь фармить. Нам, в принципе, здесь никто не нужен. Давайте попробуем тогда вот здесь вот. Усиление технодрома. Может быть, нам повезет, и мы с вами сможем. Да нет, нет, не это я хотел сделать. Я хотел вот так разыграть. Ну, зачем мне этот бинокль? Ну что вы, сделать 30 фишек. Все, что угодно сейчас будет, ребята, падать. Только не то, что мне нужно, да? Так, у нас еще две попытки с вами. Радарные маяки и последняя попытка. Три золотых, ребята, осколка. Вот так, в принципе, у меня и происходит. Все, что хочешь, падает, кроме крэнга. Очень тяжело будет его фармить. Я уже это понял. Так, ну что, может быть, попробовать еще разок пройти для вас? Тогда мне не придется вставлять видосик. Давайте, наверное, так и сделаем. Ай, я весь сыр потратил. Не получится, ребята. Надо было раньше думать. Ну что, есть еще такая у нас вероятность. Мы можем, да? Можем? Хватает? Нет, даже пиццы здесь нету. Поэтому я не знаю даже, что мы с вами будем делать. Вроде бы как и все. На самом деле, у меня должно было быть вот на сегодняшний день запланировано усиление технодрома. Но я не думал, что я его пройду. Серьезно вам говорю. Поэтому как бы все. Ребят, в конце видосика вы смотрите. Там даже не целый бой у меня записан. Там уже, как говорится, победный удар. Так что не обессудьте. Видосик получится коротеньким. Но основную суть я донес. Ну что, ребята. Всем пока, всем удачи. И до новых скорых видосиков. Ну что, ребята. Как я и обещал. Вот у меня последний бой с технодромом. То есть сейчас я буду бомбить Рафаэлем. Но, к сожалению, у меня здесь ничего не получится. Да. Не повесил я постепенный. И Микеланджело добьет. Хотя я был немножко не уверен в этом. Да. Вот он взрывается. Ну что же. Это вот последний бой в технодроме. Где я зарабатываю себе ДНК на Крэнга. После этого я попробую пофармить. Но у меня ничего не получится. Так. Как видите. На три звезды. Это все очень хорошо. На самом деле не такой уж и сложный был уровень. А Крэнг классический падает ко мне в копилочку. Так. Ну что же. Тут мы смотрим. Да. Я начинаю любоваться вот этим вот. Что все пройдено на три звезды. Не так уж и много у меня получается испытаний пройти на три звездочки. Так. Вот здесь я выбираю. И пытаюсь. Пытаюсь, конечно же, его выцепить. Ну как обычно. Мне выпадает бинокль. Все что угодно выпадало, ребята. Кроме Крэнга. И меня это немножко расстроило. Потом я плюнул и подумал. А что если мне пойти и вот в классической бойне рискнуть? Ну и как вы понимаете. Естественно. Мне ничего здесь не выпадет. Выпадает Рафаэль классика. И последняя попытка. Три золотых осколков. Ну что же. Вот как-то так у меня все это дело происходило. Так что всем удачи. И до новых скорых видосиков. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok